МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бобрусье стало на три почетных гражданина больше, кто эти люди. А также поддержка многодетных, мониторинг такси и возобновление полетов. Из Минска можно будет долететь до Кипра. Когда? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А социальная сфера этой экономики в Бобруське подвели итоги работы города и района за 9 месяцев. На воездном заседании Могилевского обл.исполкома обсудили перспективы ноября-декабря и прогнозы на 2021-е. Отдельное внимание уделили производственной сфере как крупным, так средним и мелким предприятиям. В прошлом году Могилевский обл.исполком утвердил комплексный план ускоренного развития Бобруська и Бобруського района. Он включает в себя реализацию мероприятий в сфере транспорта, строительства, торговли, спорта, промышленности, образования и здравоохранения и не только. На заседании с участием губернатора подвели предварительные итоги 2020-го. Здесь отмечено успешное выполнение многих показателей. Тем не менее, Леонид Заяц акцентировал на проблемных вопросах, а также поручил за ноябрь-декабрь наверстать упущенное. Завершить этот год нужно не хуже предыдущего. Эту задачу поставил глава государства. Целый дезинфиций то, что Могилевский область, в сфере дезинфицированных темп, обеспечивающие достижения года 19-го. Нам удалось им расти на 0,4%, а 2,0% нам не было. В 2020-м в вопросе снижены запасы готовой продукции. Возросла прибыль от реализации. Устойчиво положительная сальдо внешней торговли. Продолжилось и создание предприятий малого бизнеса. Только за 9 месяцев зарегистрировано 73 юрлица, а в качестве ИП – 535 человек. Завершены также три инвестиционных проекта. Среди них открытие торговых объектов «Санта Ритейл» и автоцентр «Рынолада». Учитывая ситуацию в мире, не достигнуты прогнозы во внешней торговой сфере. В то же время, с учетом принимаемых мер по освоению новых рынков, новых видов продукции, в четвертом квартале темп роста экспорта товаров по оценке составит 110,5%, что позволит погоду выйти на положительную динамику и обеспечить уровень в 101%. В том числе стабилизируются экспортные поставки крупнейшего экспортера среди коммунальных предприятий «Эковерпро». Возобновлен экспорт бобруйского мясокомбината. Экспорт легкопромразвития и иных предприятий без ведомственного подчинения. Будет реализован комплекс мер в целях достижения показателя по объемам строительно-монтажных работ. По итогам 10 месяцев уже обеспечен объем строимонтажа 102,5 миллиона рублей. Модернизация производства, выпуск новой продукции и строительство социальных объектов. В 2020-м в городских больницах открыты кабинеты МРТ, КТ, ангиографический комплекс, приобретены 9 машин скорой медицинской помощи, а также медоборудование. Организована работа и первой подстанции. Проведена реконструкция детской больницы и поликлиники. Уже в декабре красную ленту перережут в новом детском саду. Продолжается и строительство жилья. На особом контроле рост зарплаты. Поставлена четкая задача по концу года в среднем по городу Бобруйску выйти на уровень заработной платы не менее 1000 рублей. Для этого в последние два месяца нужно сделать много для того, чтобы увеличить выручку и пропорционально поднять заработную плату. Что касается Бобруйского района, здесь, естественно, упор делан на сельское хозяйство. Заместитель председателя Могилевского облсполкома подчеркнул, сейчас главное развитие и повышение эффективности животноводческой отрасли. Здесь также поставлены конкретные задачи в разрезе хозяйств по улучшению показателей, как количественных, так и качественных, что также повлияет на повышение заработной платы. В отчитывом периоде экспортные поставки осуществлялись в 21 страну мира. В том числе в 2020 году товары дополнительно начали экспортироваться в 4 новых страны. Основу экспорта района в структуре составляет эксопродукции деревообработки и изделия из дерева 65%. Районам обеспечено выполнение прогнозного показателя по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий. Во главе угла всего комплексного плана, как по Бобруйску, так и по району, показатели эффективности работы предприятий и повышения заработной платы. С учетом особенностей этого года и выявленных резервов, будет готовиться новая программа уже на следующий год, которая также нацелена на опережающее развитие города и района. Мария Береснеевич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Сегодняшний день в горы исполкоме был насыщенным. Здесь обсудили также выполнение директивы номер один президента Беларуси. Об этом расскажем в понедельник, но сейчас к другому событию. В ряду почетных граждан Бобруйска пополнение сегодня столь высокого звания. Удостоились три человека. Алла Ефименко, Руслан Олехно, Леонид Рубинштейн. Бренд Бобруйска – это не только всемирно известные шины, зефир, но и люди, которые своими успехами прославляют наш город далеко за его пределами. В искусстве или спорте во многих сферах бобручанам нет равных. Отныне 20 ноября для трех жителей нашего города не просто будний день, а красный день календаря. Ведь звание почетного гражданина Бобруйска присваивают один раз в жизни. Алла Ефименко, Руслан Олехно и Леонид Рубинштейн. Рекладитель Шинаная по объективным причинам не смогла присутствовать на празднике, но награда найдет своего героя. Победитель проекта «Народный артист» – шоу перевоплощений один в один участник Евровидения. Все это, безусловно, престижно, но самое главное – он настоящий бобручанин. Руслан Олехно. Певец всегда находит время в своем плотном графике и приезжает на малую родину. Это не просто награда, а большая ответственность, признается новоиспеченный почетный гражданин. Я искренне рад. Я хочу достойно нести эту награду. Я хочу, чтобы эта награда заняла достойное место в моей биографии. И я думаю, что она уже заняла это место. Потому что все-таки мы еще многое сделаем для города. Мы еще многое сделаем для жителей нашего города. Потому что все-таки этот город, который я родился, где меня воспитали, город, где пошло мое детство. И этот город в моей жизни – это то место, та малая родина, куда я приезжаю, где я подпитываюсь энергетикой, силами и здоровьем. Мне хватает этого на долгие-долгие годы. Настоящий праздник никогда не проходит без песен. На этот раз прозвучали классические произведения. Вторым почетным гражданином Бобруйска стал Леонид Рубинштейн. Поэт, который в каждой строчке своего произведения признается в любви своей родине. За плечами Леонида Ароновича интересная жизнь, война глазами ребенка, институт, работа в Министерстве обороны и участие в выпуске первой шины Бобруйского комбината. Наша родина – Беларусь. Это мама наша. И вот я не могу не отождествить ее с родной мамой, которая нам дала жизнь. И Беларусь нам дает жизнь. Спасибо, спасибо, спасибо всем за то тепло, которое меня сегодня окружает. Я рад, что столько друзей пришло. Все поздравляют. Спасибо вам большое. От руководства города высокое звание от Леонида Ароновича стихи. Бобруйск – город жизни. Любимый мой город. С детства, навек. Ты как родной для меня человек. Горе и радость мы делим вдвоем. Любовь тебе вечно в сердце моем. Торжественная часть позади. Теперь у наших героев новый этап в жизни. В новом и почетном звании. Максим Кембель, Андрей Богдан. Бобруйск, 360. Накануне вечером на Батву случился пожар. Горел киоск. О ЧП сообщило прохожие. Прибыв на место, спасатели столкнулись не только с плотным задымлением. Павильон был закрыт на замок. Пришлось использовать специнструмент, чтобы попасть внутрь. Пожар был потушен, но последствий не удалось избежать. Повреждены стены и потолок. Не уцелели и продукты питания. Пострадавших нет. По факту ЧП проводится проверка. Специалисты устанавливают причину происшествия. Одна из версий – аварийный режим работы электрооборудования. Рейс Минск-Ларнака. Мониторинг такси и профсоюзы детям. Новогодний этап акции скоро стартует в Могилевской области. Что буду дарить? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Правительству поставлено задачу комплексно рассмотреть вопросы поддержки многодетных семей. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы работников во время посещения ГОМ «Сельмаша». Глава государства обратил внимание на большое значение вопросов демографии для развития любой страны. Понимая это, в Беларуси приняли ряд мер для поддержки рождаемостей семей, воспитывающих детей. Беларусь и Кипр возобновляют авиасообщение. Первый рейс из Минска в Ларнаку после длительного перерыва отправится 19 декабря. Самолеты будут летать один раз в неделю по субботам. Желающим купить билет рекомендуют заранее ознакомиться с ограничениями на въезд-выезд в страну назначения. В Беларуси продолжаются мониторинги такси. Транспортная инспекция совместно с ГАИ и налоговыми службами проверяет соблюдение перевозчиков и мер безопасности. В 2020-м с их участием произошло свыше 60 аварий. С начала мониторинга инспекторы проверили порядка 600 таксистов. Выявлено около 500 нарушений. Предприятия страны все больше используют электромобили в работе. Перевести легковой автопарк на электротягу планируют даже нефтехимические компании. В качестве вариантов рассматриваются электрокары с запасом хода 300 километров без дозарядки. Один из таких уже есть на балансе Беларусьнефти. В Беларуси, к слову, зарегистрировано около 1200 электрокаров. Большинство из них личные. Новогодний этап благотворительной акции профсоюза детям пройдет в Могилевской области. Мероприятия начнутся в середине декабря и завершатся в первой половине января. Все они будут организованы с учетом эпид-обстановки и соблюдением всех санитарных норм и правил. Подарки будут самые разнообразные. От спортивного инвентаря до сладких сюрпризов. Стали очистым происшествия. Бьютесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Беларуси выздоровели и выписаны 100 749 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 120 847 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено более 3 миллионов исследований. Такие данные приводит Минздрав. Ведомство установило предельные тарифы на услуги лабораторной диагностики COVID-19. Максимальный тариф на исследование методом ПЦР – 53 рубля. Экспресс-тест на определение иммуноглобалинов GEM – 31,5. Тарифы остальных исследований на наличие антител не должны превышать 37 рублей 50 копеек. Минздрав запускает гугл-платформу COVID-содействия. Любой медицинский работник на условиях анонимности, заполнив таблицу, может проинформировать ведомство о недостатках в средствах индивидуальной защиты, лекарствах, расходных материалах, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Земельные вопросы часто волнуют многих жителей нашего города. Когда самостоятельно договориться не получается, люди обращаются в суд. После назначается судебно-строительная экспертиза. Что это и как работает – все подробности в нашем следующем материале. Дум перешел по наследству двум или нескольким владельцам. Возникло желание по строке и в целом участок честно разделить на равные доли. Но хозяева не могут договориться. Стандартный сценарий из нашей жизни. Зачастую споры переходят в судебные заседания. И вот здесь в дело вступают эксперты. В руках эксперта схема участка. Здесь и дом, и хозяйственные постройки. Перед тем, как непосредственно перейти к измерениям, на бумаге привязываем точки друг к другу. Чтобы проще было мерить. После чехла достается лазерный дальномер. На экране он выводит точное расстояние от пункта А до пункта Б. Фиксирует в своей памяти точку, на которую его наводят. При определении порядка пользования, как и разделе земельного участка, возникают множество нюансов, которые я как эксперт просто обязана учесть при составлении своего заключения. Во-первых, раздел и определение порядка пользования всегда производится в идеальных долях собственников, которые мне указывает инициатор значения экспертизы. При этом учитывается сложившийся порядок использования земельным участком желания сторон при разделе владений. Особое внимание уделяют подземным коммуникациям. Эксперт старается разделить землю так, чтобы трубы собственника находились в пределах выделенной ему части земли. Если это оказывается невозможным, полоса земли с трубами становится участком общего пользования. Одним из важных моментов является то, что земля под постройками тоже входит в площадь определения порядка пользования, либо раздела. То есть делится не та земля, которая свободна, а полностью земля, находящаяся в границах земельного участка. Будь то она расположена под жилым домом, либо под сараем, гаражом, либо теплицей. Делится вся земля полностью. Также важно понимать, часто просто необходимо оставлять участок общего пользования, чтобы одной сторон было проще добираться к своей постройке и обслуживать свои коммуникации. Не все просто и при разделе двухэтажного дома. Выделить каждому по этажу не позволяет закон. Поэтому оба этажа поделят равно между всеми. То же касается и землей под домом. В практике эксперта и случаев нестандартных немало. Например, муж и жена нажили совместное имущество. После официально разошлись и стало вопрос о разделе жилого дома, хозпостроек. Специалист быстро сделал свое дело. Предоставил бывшим супругам вариант, но их он не устроил. Они обратились к юристам. Там же карандашом поменялись строениями. И буквально через неделю мне приходит дополнительная экспертиза с измененным вопросом и с новым порядком владения строениями. Получился идеальный вариант, который устроил обе стороны. И они довольны и счастливы поставили забор между своими строениями. И каждый зажил своей жизнью. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. 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 Редактор субтитров А.Семкин